Добрый день, уважаемые члены жюри! Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мастер-класса! Меня зовут Ляпина Марина Валерьевна, и я педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района. И сегодня я хотела бы рассказать о приемах использования теневого театра на мероприятиях и занятиях. Театр теней И каждому известно, что свет и тени мы встречаем повсеместно. И стоит только удивляться, как могут свет и тень преображаться. Ажурные в полутонах или грубые на стенах, но оживает волшебство в руках, обыкновенных. Я очень люблю театр теней. Для меня это как бескрайняя вселенная, как космос. И я вижу, как завораживающе он действует на детей. Глаза у них горят, они полны энтузиазма и желания пробовать и творить. И кроме живого интереса к театру теней, конечно же, он обладает массой достоинств, о которых я хотела бы сейчас сказать. Он универсален и подходит для раскрытия абсолютно любой темы. Также он несколько условен и позволяет дофантазировать многие моменты и тем самым развивает детскую фантазию. Если в показе участвуют дети, безусловно, это развивает их речь и память, потому что героев нужно озвучивать. Как и любая театрализация, это дело коллективное. И тут у нас отрабатывается умение работать в группе, договариваться и взаимодействовать. Также мне кажется, что театр теней замечательно подходит для проектной деятельности, а это очень актуально на сегодняшний день. И все же, несмотря на обилие плюсов, которыми обладает театр теней, я знаю, что немногие педагоги его используют. Многим кажется, он слишком сложен в подготовке, некоторые его боятся. И сегодня я хотела бы показать вам, как можно использовать театр теней на занятиях и что вам для этого нужно. Конечно, я думаю, что вы со мной согласитесь, что все-таки техническая сторона вопросов, она вызывает больше всего затруднений у тех, кто только знакомится с театром теней. Давайте же с вами будем разбираться. Чтобы театр теней состоялся, нам нужно, что мы будем показывать и на чем мы будем показывать. Сегодня мы будем говорить о классическом театре теней, том, в котором играют вот такие вот плоские силуэтные куклы. Они могут быть, это могут быть покупные варианты или самодельные. Вы можете изготовить, нарисовать этот шаблон сами или воспользоваться готовыми вариантами из интернета и просто их распечатать. Это может быть очень простая в управлении куколка, а может быть более сложный механизм. Итак, куклы у нас есть. Теперь нам нужно то, на чем мы будем демонстрировать тени. Условно говоря, ширма. Почему я говорю условно говоря? Да потому что ширмы при желании могут сделаться многие вещи. И начнем мы с самого простого варианта. Это, например, стена. Вы можете взять любой свободный участок стены. Это может быть даже белый экран от проектора или можно застелить классную доску ватманом. И вот у нас уже обычная стена превращается в сцену для наших теней. Мне кажется, кроме очень простого изготовления такой ширмы, вернее, отсутствия изготовления и простоты использования этого приема, еще и этот прием мне нравится тем, что если показывают дети, то они сразу видят результаты своих действий. И они являются как бы и исполнителями, и одновременно зрителями. А мы знаем, как дети нетерпеливы и как им хочется поскорее увидеть результат. Также мы можем превратить ширму вот такой вот обычный бумажный пакет. Вы можете использовать готовый вариант или сделать самодельный из офисной бумаги. Если внутри разместить картонные, из черного картона декорации и взять самый обыкновенный фонарик, лучше плоский, например, с телефона, и подсветить, то у нас в нашем пакетике оживает сказка. Мне кажется, этот прием хорош для самостоятельной творческой работы детей. Если раздать ребятам такие пакетики, то у каждого из них может появиться вот такая вот сказка в пакетике. Или можно взять длинную, например, историю, и тогда у каждого ребенка или у группы детей будет какая-то сцена из этой общей истории. Таким образом можно разыграть спектакль. Также мы можем взять обыкновенную картонную коробку. Если заменить вот эту вот переднюю часть белой офисной бумагой или калькой, но все же калькой, наверное, предпочтительнее, потому что лучше пропускать свет, то у нас тоже появится вот такая вот очень быстрая, очень компактная ширма, на которой мы тоже можем показывать какие-то небольшие сюжеты. Также этот вариант мне нравится тем, что вы можете внутрь оставшейся части коробки положить в своих картонных героев, и у вас получится вот такой вот передвижной мобильный театр, и вы можете показывать спектакль где угодно. Также прием театра теневого в коробках я использовал на наших новогодних праздниках, которые не так давно прошли у нас в отдельности. У нас был спектакль, и в нем вот такие вот герои, елочные игрушки, они оживали внутри своих коробок и начинали спорить о том, кто же из них лучше, кто важнее, кто красивее, кто должен висеть ближе к верхушке елки, а кто нет. Вот такие вот елочные игрушки, которые впоследствии у нас оживали. Тоже очень эффектно смотрятся. Также вы можете показывать театр теней на ткани. Для этого вы можете просто взять небольшой отрезь светлой хлопковой ткани. Если два человека с двух сторон слегка ее натянуты будут держать, то вот такая вот экспресс-ширма, которую можно за минутку соорудить у себя в любом помещении. Но можно, конечно, усложнить этот вариант и показывать тени на костюме. Этот прием я также использовала на наших новогодних праздниках, которые прошли у нас в отделе. У нас был герой «Снежная королева». Вы сейчас видите ее костюм. Сейчас мы буквально преобразим, можно вас попросить сюда? Преобразим нашего участника, участницу в «Снежную королеву» и посмотрим, как это выглядит. Мы специально, когда готовились к празднику, пошили для «Снежной королевы» не только платье, но и вот такой вот плащ из светлой ткани. И наша «Снежная королева» во время спектакля поднимала вот так вот ручку, видите, красиво, и у нас герои, помощники «Снежной королевы», тролли, они показывали с помощью фонариков и тех же кукольных картонных героев прямо на плаще у «Снежной королевы» какие-то истории и сказки разыгрывали. Мне кажется, этот прием очень хорош своей эффектностью и неожиданностью, он очень завораживал детей во время представлений. Спасибо. Вы также можете воспользоваться этим приемом, даже если у вас нет специального плаща. Просто взять какой-то побольше отрез светлой ткани, накинуть на плечи, и вот у вас уже такой вот будет тоже плащ. Еще одним вариантом ширмы может стать обыкновенный зонтик. В моем зонтике сегодня живет сказка про колобка. Зонтик крутится, колобок бежит, и сказка оживает. Мне кажется, что если вы решите использовать зонтик, то было бы очень здорово взять какую-то сказку, где герой передвигается. И тогда вы можете в разных секторах сделать, например, разные декорации разных сцен, и ваш герой будет перемещаться во всех смыслах. Но даже если вы не хотите делать декорацию, даже просто два героя, которые появятся на зонтике, будут вести какое-то дело, уже, мне кажется, очень эффектно смотреться. Ну и, конечно же, безусловно, мы можем использовать ширмы. Это не обязательно должна быть большая настольная ширма, Это может быть небольшой компактный вариант настольной ширмы. Вы также можете делать эту ширму из картона, обтянув ее калькой или светлой хлопчатой и тканью. У меня более долговечный вариант. Моя ширма служит мне уже не первый год. Она сделана из фанели и обтянута тоже тканью. За такой ширмой очень удобно показывать театр тени и самому педагогу, и небольшой группе детей. Как я уже говорила, театр теней достаточно универсальный, и он подходит для раскрытия любой темы. И сегодня я хотела бы вам показать, как можно использовать театр теней на патриотических мероприятиях, потому что мы все привыкли, что театр теней – это всегда какая-то сказка, что-то для очень маленьких детей. Но это не так. И я хотела бы, как я уже сказала, рассказать вам о патриотических мероприятиях. Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем сложнее и важнее нам поддерживать у детей память об историях нашей страны. И передо мной, как перед педагогом-организатором, ежегодно встает эта задача, как провести патриотическое мероприятие и затронуть струну детской души. Как получить у детей эмоциональный отклик по этой непростой, скажем прямо, теме. И вновь ответом на эти вопросы для меня является театр теней. В нашем отделе ежегодно проводятся мероприятия ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году я выстроила это мероприятие на основе детских блокадных дневников. И хотела бы сейчас вам показать маленький фрагмент, как я использовала тени на этом мероприятии. Перед мероприятием наш художник оформила нам вот такую вот книжку-раскладушку. С детьми мы заранее записали аудио-отрывки из детских блокадных дневников. И сейчас я вам продемонстрирую, как я это показываю. Так, я прошу сейчас выключить свет. Голодно, холодно и бомбят. Чем ты был, Ленинград? На улицах веселья и радости. Мало кто шел с печальным лицом. Все, что хочешь, можно было достать. И чем ты стал, Ленинград? По улицам уходят люди, печальные, раздраженные. Едва волочат ноги. Худые. Посмотришь на разрушенные дома. И вылетые стекла из сердца разрываются. И умирать был голодом веселья и радости. А стал голодом печали и буря. Я теперь отлично понимаю, что такое голод. Раньше я себе точно не представляла этого ощущения. Правда, мне немного тошнит, когда я ем мясо кошки. Но я так хочу есть, что и противное кажется вкусным. Все по карточкам. Положение тяжелое. Хлеба, наверное, завтра убавит. Получим по 150 грамм. Город в окружении. Простите, уже другая фонограмма пошла. Итак, вы могли убедиться, что силуэтные изображения плюс художественное слово и музыка дают достаточно сильное впечатление и позволяют нам погрузиться в обстоятельства этих непростых дней. И, безусловно, захватывают внимание детей. Также в моем опыте была постановка сказки «Умный танк» Анатолия Владимировича Молчанова. Надо сказать, что эту сказку мы ставили для изучения роли танковых войск в Великой Отечественной войне. Вы, наверное, многие слышали эту фамилию Анатолия Владимировича Молчанова. Он является почетным жителем Севолжского района, талантливым поэтом. И сам он был ребенком блокады. И тогда эта постановка тоже вызвала достаточно большой отклик со стороны исполнителей, со стороны зрителей. И вот сегодня я хотела бы попросить вместе с вами предложить вам разыграть эту сказку с готовыми куклами приемом экспресс-театра на наши ширины. И прошу вас выйти отсюда. Сейчас мы распределим роли. Главный герой. Танк. Так, вот эти отрицательные персонажи. Тут вот там два сразу. Вы разбудите ученицом. Я попрошу вас прочитать этот текст сказки. Итак, дорогие друзья, сейчас вы пройдете за ширину. Мы включим свет. Чтец будет читать текст самой сказки. Вы внимательно слушаете. И по ходу сюжета ваши герои появляются на ширине. Собственно, по ходу сказки. Я думаю, что это будет несложно. Прошу вас пройти за ширину. Я буду тоже помогать нашим участникам. Буду немножко менять декорации и немножечко озвучивать нашу историю. Итак, Анатолий Владимирович Молчанов. Умный танк. Пожалуйста. Жил был, как говорится в сказках, танк Т-34. Механиком-водителем которого был товарищ Загорулька. Фамилия у него может быть и смешная, но танкистом он был замечательным. Он заботился о своем танке, как о лучшем друге. Ухаживал за ним. И танк отвечал ему верной дружбой и любовью. Танк был чрезвычайно смелым. Но скоро фашисты начали узнавать танк Загорулька, как только он появился на поле боя. И увидев его, враги в страхе начинали кричать. Загорулька идет! И в панике отступали. Стали фашисты думать. Как же преградить дорогу танку товарища Загорулька? И вызвали из самого Берлина главного специалиста по противотанковым заграждениям. Я очень хорошо знать русских. Чтобы их задержать, надо устроить большой лесной завал. Так, полковник посмотрел и говорит, мало русские пройдут, я их знать. Надо еще опутать завал колючей проволокой и заминировать. Так, посмотрел полковник. О да, говорит, теперь русские не пройти, я их хорошо знать. Полезут через завал, проволоки запутаться, на минах подорваться. Мы можем спокойно пить кофе. И пошли фашисты пить кофе. А в это время с другой стороны к завалу подошел наш танк. Отвел Загорулька танк подальше от завала и говорит ему, Ну, друг, покажи, как ты летать умеешь. Разогнался танк и сходу взлетел на завал. Мучи задар полковской дороги, вверх-вниз, вверх-вниз. А фашисты, копья, пить, усыкали дрохот и обрадовались. Русские подрываются, полковник. О да, подрываются, я русских хорошо знать. И вдруг на краю завала появился танк. А-а-а-а! Закричали фашисты и подавились кофе. Загорулька пришел! Да как припустились бежать, а впереди всех противотанковый полковник. Я же говорил, что русские все равно пройдут, я их хорошо знать. А война тем временем уже катилась на запад. Красная армия прогнала фашистов с нашей земли. И вот танк в загорульках громит врагов уже на земле Германии. И, наконец, наступил день, которого мы все ждали. День штурма Берлина. Да, это было очень тяжелое изражение. Много погибло наших бойцов, много наших танков сгорело. И вдруг... Ребята! Крикнул командир. Да это же Рейхстаг! Самое главное здание Берлина! И снова был тяжелый бой. И кисть наши бойцы и танки. Но 30 апреля 1945 года над куполом Рейхстага поднялось красное знамя победы. А 2 мая сдался фашист в Берлине. Ну что ж, спасибо большое. Проходите, пожалуйста, сюда. Хотелось бы поблагодарить вас за это исполнение. Ну скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, удалось ли мне убедить вас, что театр теней не так сложен, как кажется, со стороны? Ну конечно, удалось. Скажите, пожалуйста, какие приемы вам понравились, какие вам, может быть, захотелось взять в работу? Вообще, захотелось ли вам все-таки попробовать использовать театр теней в своей работе? Какой-то итог давайте подведем. Если можно, пару слов. Ну вообще, мне понравилось все, но в работе я бы, наверное, взяла что-то быстрое, ну вроде пакета или вот та же коробочка. Да, мне тоже очень понравилось, потому что для дошкольников это очень актуально. И я бы использовала, наверное, все-таки ширину для более долгого проекта для детей. Хорошо. Ну то остановилось. Мне кажется, что зонтик он очень интересный, потому что зонтик, в принципе, у всех есть. Главное, чтобы он был без узоров. Ну да. Если я очень не забыла, может быть, сказать. Мне тоже кажется, что зонтик лучшая идея, потому что есть возможность быстро сменять декорации, ну, сделав какую-то разную декорацию на каждую часть зонтика. И просто его быстренько обращать, и как раз разные сцены. Да, и плюс это компактно можно сложить, потом убрать. Ну, мне понравилось вообще сейчас в эпоху спецэффектов. Смотрится очень эффектно. Даже такая альтернатива компьютеру. Есть такое, да, что не просто рассказ, не просто показ. Плюс еще ребята сами участники. Да, очень понравились зонтиками. Все коробочки шикарны. Ну, костюм для такого, как бы, вот эффекта очень ярко выглядит. Ну, я надеюсь, что вы будете брать эти приемы к себе в работу. И чтобы все-таки Театр Теней смог бы внедриться в вашу практику, я хотела бы подарить вам вот эти вот куколки, чтобы они были у вас для примера, как можно изготовить, какие тут могут быть нюансы. Это мой подарок для вас. Я думаю, что можно вот так вот сделать, чтобы всех одолеть. И я вас благодарю за сегодняшнюю работу, за помощь мне. Я благодарю также всех членов жюри, всех зрителей. Спасибо вам большое. Мастер-класс мой подошел к концу. Спасибо за внимание.